Какие еще бывают ошибки при работе со швами? Мне попадались рабочие, которые были искренне убеждены в том, что вот эти швы можно заполнять обычной шпаклевкой или обычной гипсовой штукатуркой. Этого делать нельзя, потому что мы должны обязательно использовать безусадочную смесь. Потому что в процессе усадки у нас появляется трещина. Если мы используем вот такой вот серый обычный гипсокартонный лист, такая хитрость лучше использовать шпаклевку фуген. Она такого же серого цвета и не будет выделяться. Ошибка не срезает фаску, не расшивает швы на неродном крае. Я вам говорил уже о том, что это необходимо делать, потому что если там будет узкая щель, там шпаклевка в этой узкой щели просто не задержится. Следующая ошибка, швы нужно заделывать не сразу, а когда конструкция вывесилась. То есть в идеале вы сначала должны смонтировать гипсокартон, подождать день-два, чтобы он принял свою окончательную форму в условиях нормальной температуры, нормальной влажности, уже больше никуда не двигался. И далее уже после этого мы должны шпаклевать. Какие еще ошибки при работе со швами? Вот вы видите на картинке последствия ошибки на гипсокартонном потолке. Не заполнен шов шпаклевкой, потому что швы не расшиты. Нужно, чтобы между соседними плитами было 5-7 мм, чтобы шпаклевка могла там задержаться. Следующие обрезанные швы должны быть прогрунтованы, грунтовка глубокого проникновения и просохнуть. То есть если у нас будет непрогрунтованный слой сухого гипса, к нему просто ничего не пристанет. И шпаклевка должна вдавливаться силой вот в эту вот щель между двумя соседними плитами. Если она заполнит щель только наполовину, она опять-таки не сможет здесь задержаться. Она должна прямо проникнуть на обратную сторону. Еще очень частая ошибка, когда рабочие сами себе создают проблемы. Смотрите, слева указано, как правильно соединять направляющий и стоечный профиль справа. Как это делается неправильно? Дело в том, что многие не работают просекателем. Используют для соединения двух профилей при монтировании перегородок шуруп из пресс-шайбы. Пресс-шайба это выпуклая шляпка, которая имеет высоту 4 мм. Таким образом, у нас получается шишка 4 мм на каркасе. И мы пытаемся вот к этой шишке прижать гипсокартонный лист. В итоге у нас либо шишка появляется на поверхности гипсокартонного листа. То есть он у нас получается неровный. Либо здесь вот разрушается картонный слой, и мы получаем уже деформированный, сломанный гипсокартонный лист. И то, и другое одинаково плохо. У меня, к сожалению, были истории, когда еще по началу моей практики, когда люди неподготовленные использовали вот такие вот шурупы. Я взял контрольную рейку, то есть провило, начал прикладывать, и увидел, что оно всюду вскачет. Везде шишки. Вот поставил провило, и оно начинает скакать. Начинаем разбираться. Оказывается, в том месте, где был саморез шайбы, с пресс-шайбой, там у нас шишка образовалась. Пришлось это все переделывать. Если мы используем просекатель, то такой проблемы не возникает. Просекатель делает отверстие в том месте, где соединяются направляющие и стоечный профиль. И смотрите, края вот этого железа, они загибаются внутрь. Таким образом, мы получаем несъемные соединения. Но очень важно не совершать другую ошибку. Люди, которые говорят, что с просекателем конструкция получается хлипкой, просто неправильно его используют. Они делают вместо двух отверстий одно. И, конечно, когда мы делаем одно отверстие, один профиль начинает болтаться вокруг другого. И вот это отверстие, оно служит как бы осью этой болтанки. Но как только мы сделали два отверстия, все, вот эта болтанка прекращается. И у нас получается такое же прочное соединение, как если бы мы использовали эти саморезы. Но без этого минуса. Никаких выпуклостей на поверхности профиля мы уже не имеем. Еще одна распространенная ошибка, которую я встречал у мастеров. Почему-то они думают, что если гипсокартон тонкий, 9,5 мм, он легче, значит это потолочный гипсокартон. Это категорически не так. По технологии в Германии потолки делают в два слоя, гипсокартон 12,5 мм. Но в крайнем случае допускается делать в один слой, но толщина гипсокартона должна быть не менее чем 12,5 мм. Иначе мы получим конструкцию, в которой нет жесткости, нету прочности. И когда у нас будет вибрация, а на потолке она неизбежна, даже когда мы открываем окно, потолок начинает ходить, у нас появляются трещины. И они сразу видны.